Даже спустя 11 лет точные обстоятельства захвата Абдумалика Риги доподлинно неизвестны, но согласно наиболее распространенной версии, иранские власти вынудили сесть в гражданский лайнер, летевший транзитом через воздушное пространство Ирана на своей территории. Инцидент произошел 23 февраля 2010 года. По данным иранских СМИ, гражданский авиалайнер, совершавший чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Кыргызстан, вылетел из международного аэропорта Дубай. Как только самолет вошел в воздушное пространство Ирана, на перехват лайнера были подняты два истребителя иранских ВВС. Примерно в 300 километрах от точки вылета самолет развернули над провинцией Хурмузгон и вынудили приземлиться в международном аэропорту Бандарабас. По заявлению официального Тегерана, на борту самолета с поддельным афганским паспортом, летел лидер белужской экстремистской группировки Джундула Абдумалик Риги. Позднее власти Ирана распространили вот это видео. На нем Абдумалика Риги выводят из частного самолета в наручниках в сопровождении четырех мужчин в масках. Через некоторое время версию о захвате лидера группировки Джундула на борту кыргызстанского авиалайнера опровергли в Бишкеке. МИД Кыргызстана выразил протест по поводу действий Тегерана, из-за которых лайнер, совершавший рейс по маршруту Дубай-Бишкек, был вынужден совершить внештатную посадку. Иранский МИД, в свою очередь, вызвал на ковер посла Кыргызстана в Тегеране, чтобы выразить ответный протест на реакцию Бишкека. Иранские дипломаты заявили, что у них есть доказательства того, что Риги был арестован на борту кыргызстанского самолета. На фоне дипломатического скандала посол Пакистана в Тегеране сообщил, что в поимке Абдумалика Риги непосредственное участие приняла и его страна. Действия иранских ВВС в отношении гражданского авиалайнера в 2010 году практически не имели никаких последствий для официального Тегерана. Власти Кыргызстана, кроме протеста по линии МИД, ничего предпринимать не стали. А вот жизнь Абдумалика Риги закончилась трагически. Спустя четыре месяца после ареста он был казнен. В ответ на это экстремисты группировки «Джундула» 16 июля 2010 года совершили теракт на востоке Ирана в городе Захидан. Жертвами взрыва стали 28 человек. Представители боевиков заявили, что их целью были находившиеся рядом с местом взрыва, военнослужащие корпуса стражей исламской революции.